Продолжение следует... 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 Новая выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральным и районным, районным и участковым больницам, а также работникам станции, отделений и скорой медицинской помощи Размеры выплаты варьируются от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации Социальный фонд России выступает оператором выплаты Средства перечисляются на основании данных, поступающих из медицинских организаций По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный реестр сведений на работников, которые имеют право на эту выплату В этом году в Черкесске по программе капремонта запланирован ремонт в 16 многоквартирных жилых домах В 8 будет отремонтирована кровля, в 5 заменены лифты, в 2 проведен ремонт инженерных сетей в 1 фасада По данным регионального фонда капитального ремонта, в прошлом году в Черкесске соответствующие работы, выполненные в 20 многоквартирных домах города, сообщают в мэрии Черкеска Всего в этом году в республике запланировано проведение капитального ремонта в 30 многоквартирных домах В региональном фонде капремонта отмечают высокую платежную дисциплину жителей республики Для удобства жителей Черкеска в микрорайоне Северный работает современная поликлиника Данная необходимость возникла для того, чтобы разгрузить центральную городскую поликлинику на проспекте Ленина Северный филиал приглашает горожан на диспансеризацию В нынешнее время это действительно необходимая профилактическая процедура для поддержания здоровья и своевременного выявления возможных заболеваний О том, каких специалистов и где можно пройти, расскажет наш корреспондент Артур Мхце Многим жителям республиканской столицы это здание известно как Северный ковидный госпиталь А тем временем с середины прошлого года здесь на постоянной основе базируется филиал городской поликлиники Тут же располагаются специалисты центра здоровья, наркологического диспансера, службы медицины катастроф Однако наибольшее представительство, разумеется, принадлежит врачам поликлиники Необходимость размещения медиков в просторных кабинетах на севере Черкеска продиктована постоянно растущей численностью населения В связи с этим на опережение было принято строительство второго, третьего, скажем так, уже корпуса поликлиники И после строительства мы перевели туда терапевтическое одно отделение Это 12 врачей-терапевтов Перевели туда невролога, кардиолога, хирурга, травматолога, УЗИ-диагностику, дневной стационар, отделение медицинской реабилитации Также у нас там находится КТ Перевод ряда специалистов в северную часть города позволил учреждению здравоохранения соответствовать требованиям шаговой доступности социально значимого объекта для населения А также рассчитывать на скорое размещение у себя новейшего оборудования Так на свободу 62 в ближайшее время поступит аппаратура, которая поможет достигать лучших результатов в лечении и реабилитации пациентов В этом здании находится отделение медицинской реабилитации, дневной стационар, отделение терапии, кардиология, неврология, хирургия и отделение медицинской палеотивной помощи В терапевтическое отделение у нас приходят непосредственно люди, прикрепленные к нашему подразделению Это те участки, которые обслуживаются в нашем подразделении Наше отделение занимается реабилитацией преимущественно неврологических больных пациентов А также мы принимаем кардиологических, перенесших острые инфаркты миокарда И пациентов, перенесших операции ортопенического и травматологического профиля То есть реабилитация, третий этап, амбулаторная реабилитация проводится в нашем отделении В этом году мы получаем большое количество нового высокотехнологичного оборудования Вот ждем его получения, заявка сделана Думаю, что это будет очень востребовано нашими пациентами Практически все продублировали То есть идентичные же услуги они могут получить и по свободе 62, и такие же услуги по Ленина 144 То есть в этом никаких проблем нет Единственное прохождение таких видов, как врачебная комиссия Оно все проводится в центральном здании То есть у нас здесь на Ленина 144 А так всю необходимую медицинскую помощь, которую должен получить пациент, он может получить по свободе 62 На стадии скорого решения находится и вопрос логистики Через поликлинику проходят около десятка автобусов В ближайшее время перед территорией северного филиала планируется установить остановку общественного транспорта Ее дизайн уже определен Осталось завершить процедуру передачи республиканской земли в муниципальную собственность Артур Махце, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачао-Черкесия Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Карачао-Черкесской республике выявили и пресекли незаконный лов форели Находясь на отдыхе в Архизе, уроженец Краснодарского края в сопровождении гида в лице местного жителя отправился на увлекательную экскурсию к специальной астрофической обсерватории Российской Академии Наук Затем туристы спустились на территорию Марухского государственного природного заказника С собой путешественник прихватил удочку, при помощи которой осуществлял незаконный лов форели в реке Маруха В результате проведенных рейдовых мероприятий на приграничной территории Зеленчужского района сотрудники пограничного управления был выявлен нарушитель правил регламентирующих рыболовство который привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 8.37 КОАП России в виде штрафа 2000 рублей Пограничное управление напоминает вестям и жителям региона, что правила рыболовства на объектах рыбохозяйственного назначения республики регламентированным приказом Министерства средственного хозяйства о подтверждении правил рыболовства для зоо-чернородского рыбохозяйственного бассейна За неисполнение российского законодательства в сфере охраны водных и биологических ресурсов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность В Кочугу имени Умара Алиева прошел студенческий научно-опознавательный квест «Хочу все знать» посвященный Дню российской науки Интеллектуальное состязание было организовано научным управлением и студенческим научным сообществом ВУЗа В квесте приняли участие команды различных факультетов университета За ходом мероприятия наблюдал и Алихан Лепшоков Научный квест «Хочу все знать» собрал студентов со всех факультетов Кочугу Открывая интеллектуальное состязание, исполняющий обязанности ректора университета Таусултан Узденов подчеркнул важность подобных мероприятий в плане приобщения молодых людей к научным знаниям и экспериментам Эта командная игра позволит выявить самых лучших знатоков науки нашего ВУЗа, заверил Таусултан Аубикирович Начался период пандемии, мы долгое время наши общественные социальные мероприятия поставили на паузу Ну вот, уже почти год мы начинаем входить в прежний активный наш режим И очень приятно, что по разным направлениям, по молодежной политике, по образовательной деятельности мы входим в наш прежний режим И, конечно, по научно-просветительскому направлению тоже у нас достаточно интересные мероприятия предлагаются Изучать науку посредством игры – это один из действенных методов для молодежи И сегодня каждый из вас, узная много интересного в той или иной научной деятельности отметила исполняющая обязанности проректора по научно-исследовательской работе Качагу Марина Кубанова Всегда говорят, учиться сложно, а учиться посредством игры, наверное, немного легче И вот сегодня мы с вами будем играть в науку или изучать науку, играя Я вам желаю получить наслаждение от нашей с вами игры Помимо этого, желаю вам получить новые знания Девять команд должны были по установленному маршруту посетить станции где каждый из них, не пересекаясь друг с другом, выполняли задания которые предоставляли им научные станции Вопросы были интересные, сложные и местами забавные Но нам удалось осилить их, отмечают студенты В свою очередь, Таусултан Уздинов лично посещал станции и поддерживал участников состязания Квест получился весьма-весьма хорошим Я получил очень положительные эмоции потому что я убедился, что наши студенты обладают широким спектром знаний и смогли ответить на все свои самые каверзные, самые сложные вопросы даже не по своему профилю И я реально получил очень положительные эмоции В итоге победителями научного квеста «Хочу все знать» стала команда Института филологии «Постинфилизм» Второе место заслужили интеллектуалы естественно-географического факультета «Естественный отбор» и на третьем месте команда исторического факультета «Страна нартов» Нам удалось освоить все задания и одержать безоговорочную победу, отметила команда победителей Мы очень счастливы, что мы выиграли в данном квесте Это были незабываемые эмоции Наша команда назвалась «Постинфилизм», что означало революцию в мире нашего университета Поэтому мы надеемся, что в будущем у нас будут только победы Как корабль назовешь, так он и поплывет Победителей призеров отметили почетными грамотами и ценными призами Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск Энергетики отключили электроэнергию без уведомления абонента Газовики пытались навесить несуществующий долг А водоканал намотал несуществующие штрафы С несправедливостью со стороны коммунальщиков сталкиваются многие жители Карачаева-Черкесии Как не попасть в просак и какие шаги предпринять абоненту, если его права нарушены А в актуальном интервью с Мадиной Каракетовой гость программы адвокат Расул Гагуев А наш выпуск завершен Здравствуйте, Расул Итак, очередная партия жалоб от наших телезрителей Очередная партия обращений И вот одно из них Пенсионер, человек, которому далеко за 80, столкнулся с проблемой Этот абонент был отключен от электроэнергии На вопрос, в чем дело, ему был предоставлен ответ, что он отключен за неуплату При этом пенсионер утверждает, что не знал о задолженности скопившейся Кстати, сумма небольшая, она не достигает даже 1000 рублей, там 600 с чем-то рублей И самое главное, он не получал уведомления о задолженности и предстоящем отключении от электроэнергии И в связи с этим вытекает вопрос Обязана ли в данном случае энергоснабжающая компания, обязана ли была она уведомить потребителя о предстоящем отключении И второй момент, каким должен быть порядок уведомления Следует отметить, что в данной ситуации постановлением правительства Российской Федерации 6 мая 2019 года Номер 354 утверждены правила предоставления коммунальных услуг Собственникам и пользователям помещений в многокартинных домах и жилых помещениях Согласно данным правилам, уведомление о предстоящем приостановлении или ограничении обязательно То есть, если рассматривать случай неполного погашения задолженности по коммунальным услугам То исполнитель обязан предупредить, направить соответствующее предупреждение или уведомление за 20 дней до приостановления или ограничения 20 дней исчисляются со дня вручения, либо получения пользователям коммунальных услуг, потребителям коммунальных услуг Соответствующим образом данное уведомление или предупреждение направляется почтовой корреспонденцией с уведомлением о вручении Либо вручается абоненту или потребителю коммунальных услуг под расписку Либо с использованием телекоммуникационной сети, интернет, в том числе по мобильной связи с использованием мессенджеров Соответствующих направления голосовых сообщений, которые фиксируются, сохраняются А может ли считаться бумажка засунутая в щель забора уведомлением официально? Категорически нет, даже об этом высказался и Верховный суд Российской Федерации в своих решениях, определениях В обязательном порядке потребитель-должник должен быть уведомлен от задолженности, в том числе о предстоящем приостановлении или ограничении подачи коммунальной услуги Расул, абонента уверяли в том, что по новому законодательству энергоснабжающая компания может вообще не уведомлять абонента перед отключением Скажите, на самом деле такой закон существует или просто человека попытались ввести в заблуждение? Предусмотрено ли законодательством случаи, когда действительно поставщик электроэнергии или других коммунальных услуг действительно может отключить абонента от источника питания? Случаи, когда без предупреждения исполнитель может приостановить или ограничить подачу коммунальной услуги Это в том случае, когда возникает угроза аварийной ситуации в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения то есть газовое обеспечение электрического и водоснабжения, теплоснабжения В случае возникновения стихийных бедствий выявление факта несанкционированного подключения внутри квартирного оборудования потребителям использование потребителям бытовых машин, приборов, оборудования, мощность подключения которых превышает максимально допустимые пределы Получение исполнительным предписанием органов полномочия осуществлять государственный контроль и надзор соответствующих территорий домовых инженерных систем, коммунальную услугу То есть могут отключить, не предупредив? Нет, обязательно должно быть предупреждение За 10 дней предупреждают в случае ремонта плановых профилактических мероприятий, работ по обслуживанию и так далее Это за 10 дней, а неполное погашение за 20 дней должны предупредить И эти сроки исчисляются со дня получения, либо вручения соответствующего уведомления или предупреждения А имеют ли право поставщики коммунальных услуг отключать абонента, если в этой семье проживают пожилые люди и малолетние дети? В соответствии с правилами, упомянутыми правилами, предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений И с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, отраженных в его решениях, постановлениях пленума Отключить коммунальную услугу, в которой в доме или же квартире, в котором проживают несовершеннолетние дети или старики Не имеют права коммунальщики В моей практике даже был такой случай, когда отключили подачу газа в доме, в котором проживала мать со своим ребенком Задолженность, по мнению газовой компании, скажем так, превышала даже 100 тысяч рублей Мы обратились в Роспотребнадзор и жилнадзор по Карачаево-Черкесской республике и уполномоченному по правам ребенка Жалобой, в которой мы описали все обстоятельства, что отлучили, невзирая на то, что в доме проживает несовершеннолетний ребенок В течение 3-4 дней, даже недели не прошло, подачу газа возобновили Откорректировали, перерассчитали задолженность за потребление газа Оказалось, что даже не 100 тысяч, а около 20 тысяч частями собственник данную задолженность погасил Так что в практике, конечно, в судебной практике прецеденты, в которых исполнители, поставщики коммунальных услуг Отключают коммунальные услуги, невзирая на требования законодателя и позиции Верховного Суда России Ну, путем обращения, скажем так, правоохранительные надзорные органы Данное нарушение представляется возможным пресечь, да, то есть восстановить справедливость, скажем так А если ребенок, допустим, проживает в данном доме или в данной квартире, но не прописан Считается ли, что этот ребенок живет там? Ну, местом жительства ребенка, несовершеннолетнего ребенка считается место жительства их родителей, его родителей Кроме того, фактически, если он там проживает, и когда возникает необходимость доказать тот факт То, соответственно, необходимо предоставить сведения из администрации или получить сведения из участкового полномоченного, да И доказать тот факт, что такие-то лица в данном доме или квартире проживают Правомерно ли требование энергокомпании в данном случае оплатить за подключение электроэнергии? Напомню, отключенное без уведомления При возобновлении подачи коммунальной услуги потребитель должен оплатить за возобновление не более 3000 рублей То есть расходы, связанные с возобновлением, подключением не должны превышать 3000 рублей То есть это законно? То есть это законное требование, да, это данные правоотношения, да, связанные с потреблением коммунальных услуг, порядок предоставления и так далее Регулируются постановлением правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года в номер 354 Грешат нас не только энергетики, но и газовики, водоканал Известны случаи, когда были попытки сорвать пломбы Скажите, как абоненту защитить себя? Как себя правильно вести, чтобы не попасть в такие ситуации? Хотелось бы обратить внимание наших телезрителей на то, что представители, скажем так, поставщика коммунальных услуг Будь это газовики с водоканала или электросетей Необходимо, чтобы в их присутствии, да, как бы сопровождалось самим собственником Или жильцом, кого совершеннолетним, жильцом дома или квартиры, да Чтобы контролер, скажем так, или представитель поставщика коммунальных услуг Не был, скажем так, бесконтрольно как-то ходил, передвигался по дому или по двору Ну, это недопустимо, я считаю Был один такой случай в практике, ну, в принципе, таких случаев и немало Когда контролер, то есть представитель газовой компании Пытался сорвать пломбу с прибора учета подачи газа Потребление газа Ну, самим собственником она была застегнута В этот момент рядом с ней никого не было Пользуясь случаем, скажем так Решила спровоцировать нарушение Да, чтобы наложить на собственника какие-то штрафы И увеличить задолженность и так далее, там прочее В соответствии с правилами Предусмотрим для случая, когда собственник нарушает Да, правила, там, в том числе и срывает пломбу Несанкционированное потребление газа и так далее Ну, вот Конечно, у этого контролера ничего не получилось Ну, необходимо, конечно, присутствие кого-нибудь из жильцов Совершенненных или собственника Естественно, без разрешения собственника или кого-нибудь из жильцов Входить представителям или контролерам этих коммунальных услуг Они не имеют права абсолютно Никакого права они не имеют Они с законом неуполномочены Расул, подведем итоги Итак, как должен себя вести абонент, чтобы не оказаться вот в подобной ситуации? И дайте несколько советов, как квалифицированный юрист Если все-таки права абонента нарушены, что ему делать, куда обратиться? Просто вот его действия В случае нарушения права Если нарушены права Поставщиком коммунальных услуг Необходимо, естественно, обратиться в правоохранительные и надзорные органы Ну, в зависимости от обстоятельств, какой именно орган Или в суд Или же, если человек, скажем так, не в состоянии определить Каким способом защиты воспользоваться Способом защиты права Следует обратиться к специалисту Либо адвокату Вот, это первое Второе При посещении контролерами Или представителями поставщиков коммунальных услуг Жилых домов и квартир Необходимо сопровождение самих собственников Или жильцов дома Да, чтобы не было таких противоправных деяний О котором я сейчас ранее рассказал Вот, это обязательно, я считаю И в случае незаконных действий, скажем так Когда контролеры или представители, допустим, каким-то образом Нарушают права собственников, жильцов Выражаются в грубой форме Какие-то незаконные действия совершают Необходимо фиксировать, как бы, видео или аудиозапись Соответственно, уверены в этом данного лица И записывать Вот, такими видео и аудиозапись Могут быть использованы в качестве доказательств В том числе и в правоохранительных органах При проведении соответствующих проверок Или производительного следствия Или судебных разбирательств Вот Квитанции, чеки Об оплате за коммунальные услуги Сохранять Не менее чем В течение пяти лет В случае необходимости, конечно, обратиться к специалисту Либо адвокату Расул, большое вам спасибо За то, что нашли время и приняли участие в нашей программе Ждем вас снова